Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Автоплюс, программа Попочек. Меня зовут Александр Гусаров. И мы продолжаем некий такой небольшой цикл программ, который посвящен 65-летию Великой Победы. И в гостях у меня сегодня Вячеслав Лен. Человек известный, он был здесь и бывает у нас периодически. Я бы даже сказал, будет правильнее сказать, историк, коллекционер. Но все равно же читать приходится много для того, чтобы что-то собирать. Это правильно. Вот, соответственно, все равно все мы немножко занимаемся чем, что нам нравится, это важно. Естественно, мы всех поздравляем в очередной раз с праздником. Это действительно огромный, большой праздник для нашей страны. И, как вы поняли, естественно, мы будем говорить сегодня о технике, которая была в тот момент, воевала в тот момент. И я думаю, многие, для многих, что-то будет, что они, посмотрев эту программу, они узнают что-то новое для себя. Это самое важное. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер. И первый же вопрос, наверное, как бы, если оценивать техническое оснащение, именно, если говорим про бронетехнику, легкую бронетехнику, тяжелую бронетехнику, насколько была велика разница в количественном отношении, в качественном отношении, ну, если мы возьмем две воюющие стороны основные. 22 июня, 41-го. Ну, на начало войны, конечно, оснащение советской армии было просто шикарное. То есть мы во много раз превосходили Германию. И ни для кого не секрет, что, ну, в цифрах я могу сейчас теряться, да, 6 тысяч танков немецких стояли у границ, да, у нас было их не менее 12 тысяч танков, а то и того больше. То есть я к этому вопросу не готов был, но знаю, что в разы превосходило. Точно так же и по количеству людей. Но тактика Гудериана принесла свои, конечно, плоды, да, когда к линии пробивали нашу оборону, не готовую ни к чему, так скажем, потому что у танков не было топлива, не было снарядов и так далее. В это время все знают, что было затеяно перевооружение, никто не верил, что будет война на нашей территории. И я так, ну, вот, мой такой, мое такое предположение, что все-таки предполагалось, что война будет за нашей территорией. То есть не просто предположение, да. То есть мы, я так думаю, что Сталин думал, что он сейчас нападет на Германию и таким образом распрощается с этим тираном. В его понимании. Да, в его понимании. Два тирана в одном месте, и было довольно тяжело существовать. Все правильно. Тем не менее, в общем-то, если говорить о подготовке, мы же потеряли большую часть техники, автомобильной техники, бронетехники, мотоциклетной техники, пушек, ну, и личного состава именно вот в первые месяцы войны. Первые месяцы войны лишь потому, что Блицкриг давал свои результаты. То есть Блицкриг, когда пробивали эти клинии, они прежде всего отрезали поставку. Поставку топлива, поставку продовольствия, поставку там боеприпасов тех же и так далее. Вот из-за чего пала с 1942 на 1943 год до армия Паульса. 800 тысяч тонн. Каждый день нужно было его 6-й армии. Разумеется, никто не мог доставить. Хоть там Геббельс похрюкивая и кричал, что я сейчас доставлю 800 тысяч тонн, но это не шутка. То есть нужно было пройти через наши зенитки и так далее. То есть, разумеется, он это не мог сделать. Но мы про начало войны сейчас разговариваем. В начале войны все произошло очень трагично. То есть клиния, да, из-за неверения в то, что на нас все-таки нападут, произошло все столь печально, что наши люди, солдаты, загоняли технику в болото, в реки. То есть пытались всячески ее уничтожить. Но в то же самое время, допустим, танк наш, КВ-1, которых было выпущено 1200 штук. Да, порядка... А, не-не-не, было выпущено 2700 штук. Их больше нет. Это КВ-1. КВ-2 было выпущено всего 130 штук, даже 140 штук. И был еще один модернизированный, то, что был КВ-1, который типа прообразом послужил. Так вот, лучшие танки были, конечно, у нас. То есть это безусловно. То есть, например, бой под Ленинградом, в районе Гатчины, бывший Красноармейск. То есть известный бой. То есть было в начале войны и нашими, скажем так, танкистами гордиться. Было чем? То есть, вот посмотрите, Колобанов, когда наколотил за один день его рота из пяти танков, да, наколотила 43 немецких танка. То есть было чем гордиться. Это все происходило, я не помню точно, в августе, 24 августа, по-моему, 41-го года, они взяли оборону с нескольких мест. Это в нескольких местах перегородили, по-моему, три или четыре дороги слуги они перегородили, Таллиннское шоссе одним танком перегородили, и еще пару таких небольших шоссе, с которых наступали немцы. Там восьмая была танковая, пехотных было несколько дивизий. То есть, ну, просто они остановили. Ну, по большому счету, если говорить о КВ-1, на тот период в германской армии, в армии Вермахта, не было танка с такой броней, такой пушкой. Потому что панцер-крафтваген 3 и 4, которые были основными танками, их было четвертого, было 18 тысяч, единственное. Действительно, крупномасштабное производство. Четвертые, конечно, надо понимать. Заходили сюда четверки на 41-й год с 30-миллиметровой броней лобовой. То есть, это было ничто для КВ, то есть, семечки. Так вот, тот же Колобанов, коль я про него вспомнил, он что сделал? То есть, это герой еще с финской войны. Ему герои Советского Союза не дали из-за того, что когда перемирие было между финнами и нашими, они бросились брататься, солдаты. Ну, это нормально. Зачем людям воевать? Ну, собственно говоря. Героя ему не дали, хотя это реально герой еще той финской войны. Так вот, в том бою он отсек по шоссе по Таллинскому первый танк и замыкающий, и уничтожил лично на своем танке 23 немецких танка. Так вот, на его башне после этого боя было насчитано 170 отпечатков от снарядов. Тем не менее, в общем-то, у КВ была еще, если говорить о технической продвинутости, у панцеркрафтвагена 4, у Т4, так называемого танка, у него был эвакуационный люк, а в КВ-1 люк был вообще один. И в случае возгорания танка, кстати, тоже баки с топливом находились внутри, если они разливались, люди просто сгорали. Соответственно, вот эти 4 человека, которые были в КВ, у нас же появились эвакуационные люки внизу, в днище автомобиля. Танка 43-го года только. Но, тем не менее, коль скоро мы говорим про этот ЖКВ, был очень удачный танк. У него сзади стоял, например, пулемет. А у немцев до конца войны не было установлено в корме ни одного пулемета, так скажем. Хотя вещь безумно нужная вот в этих вещах, то есть наступление и так далее. То есть отстреливаться от пехоты, это танку очень важно, который идет вперед. То есть у немцев, разумеется, это не было. Вот мы говорим про эвакуационные люки, но, в принципе, на 41-й год буквально заходили сюда фанерные танки. КВ тот же брал только 88-мм орудия. По большей части у КВ не было боевых потерь, они брошенные были. Их, да, и, кстати, большое количество было именно брошено и захвачено, и потом воевало на стороне вермахта, что самое интересное. И цирк был в том, что Германия, так скажем, в начале войны не потеряла свою бронетехнику, а она, наоборот, приобрела. То есть хотя потери были безумные. То есть тот же Гудериан писал, что потери только в офицерах были 500 человек за две недели. То есть он был просто в шоке. То есть и многие вещи происходили так, что ни по какому, ни по французскому сценарию, ни по польскому, то есть Красная Армия сопротивлялась и сопротивлялась мужественно. Так что дедами нашими можно и нужно гордиться. То есть даже в отступлении, даже в безумных потерях были и так далее. Это было непонятно просто, что происходит. Люди отрезанные воевали сами по себе, автономно превращались в партизан там соединения и так далее. Многие прорывались, но при всем при этом 4 миллиона пленных наших солдат, конечно, шокировали немцев. Это правда. И после того, как Сталин их предал, их стали просто мясом считать немцы. Мы не подписывали Женевскую конвенцию, к сожалению. Но это, я считаю, великое предательство Сталина. Сегодня, конечно, можно о нем и хорошо, и плохо говорить. Но я считаю, 4 миллиона своих людей предавать нельзя было. Предательство было Сталиным. Ну да, потому что что значит не сдаемся? Смысл терять живые люди? Как не сдаваться, если у них нет ничего вообще? То есть нет ни топлива, ни оружия, ничего. То есть если все отстреляли, ну 4 миллиона, не просто так, не все же были дизертиры, подонки и так далее. Многие, то есть попадали, потому что выхода уже не было. То есть что им, застрелиться из автомата немца, что ли, выхватить? У него полностью стрелялся. Ну давай лучше хорошим. Продолжаем о бронетехнике. Т-34, кстати, многие считают, что они тоже появились к середине войны. Они были в начале войны. Танк действительно интересный. Танк очень интересный. На начало войны танки эти были уже в наших частях. Это и в 1939, и в 1940 году, и в 1941. То есть другое дело, что их слишком берегли. Как известно, наши военные не отличались в то время самостоятельностью. И вот этот модерновый танк очень сильно берегли. И, например, 30 танков в одной из частей были заправлены бензином. Бензином, а не солярным. Да, после чего они просто были, ну, фактически своими же уничтожены. То есть хотя в Т-34 шикарный двигатель, но не дизельный. Хоть и 28-го года это BMW, авиационный двигатель, но фактически. То есть это двигатель Т-34. Но, тем не менее, если он на солярке, он не пойдет на бензин. Не может, к сожалению. Если говорить о поставках по Ленд-Лизу, те же Шерманы поставлялись. Какая-то техника, это помимо того, что поставлялись автомобили, внедорожники, легкая бронетехника. Тем не менее, танки тоже шли. Были английские поставки, американские поставки. Но я вот сколько читал, танкисты не любили эту технику. В чем это было связано? Нет, я бы сказал, что это не совсем правда. Но отчасти, да, отчасти. Я объясню, в чем дело. Например, первые, разумеется, англичане отозвались. Но это был не Ленд-Лиз, это прямая продажа была. То есть за золото сразу же продавалось. С ними не было никаких, ни рассрочек, ничего. Так вот, первые танки, которые пришли, это были Universal Carrier, это не танк, это под ружье и огнеметные танки. Но это не танк, это такой маленький бронетранспортерчик. Так вот, конечно, не любили, но броня лобовая 12 мм, о чем разговор? То есть и то же самое было и позже. Тот же Валентайн, М3А1, ну, 25-30 мм, да, лобовая броня, ну, это ничто. Но при всем при этом, тех же Валентайнов было сюда поставлено, там, больше 2000 штук. Тот же М3А1, например, 1300 штук было здесь поставлено. Понятно, что часть техники, процентов там 30, не дошло, их потопили в разных конвоях и так далее. Но, тем не менее, Шерманов там около 4000 штук. То есть ранний, ну, как ранний, там два типа Шерманов шло. М3А2, это 75-мм, и второй 76-мм. То есть их было где-то вот, ну, около 4000 штук. Я могу там в сотнях ошибаться, но примерно цифры правильные. Но, тем не менее, в общем-то, это тоже довольно солидное поступление, учитывая, что за 4 года почти 115 тысяч танков было выпущено со Советским Союзом. Это довольно много. Все правильно. Ну, техника Советского Союза, конечно, Т-34 нам очень сильно помогла. Я считаю, что помог. Допустим, это был маневренный танк, и всеми армиями признан, что это один из лучших танков времен Второй мировой войны. Черчилль в свое время говорил, что он знает три вещи времен Второй мировой. Это мессершмитт немецкий, Т-34, и что-то еще, третий, если память все это изменил, не помню. Но как бы он признавал заслуженно, что вот есть те вещи, которые действительно можно взять. Причем он не делал поправки на союзников, врагов. На орудие 8-мм немецкое. Ну, по-моему, да. То есть, как бы... Прицельная дальность 2 километра самолет снимает с воздуха. С двух километров. Но про Черчилль заговорили, кстати. Интереснейший танк, жутко уродливый, поставлялся к нам по ландизу. 301 штука была поставлена. У него из-за гусениц вперед выходящих, то есть, он такой похож на танк Первой мировой войны, не было вообще обзора. Вправо-влево водитель не мог смотреть. У него угол обзора, так скажем, был в градусах 45, в лучшем случае. То есть, 45, а то и 35 градусов. То есть, он мог видеть перед собой. Не более того. То есть, такой... Но, тем не менее, даже на Курской дуге повоевал из 301 штуки. Что-то было. Шло, правда, 250, то есть, потоплено 51 штука была. А, то есть... Ну, всегда по правку. То есть, там есть то, что отправлено было, и то, что дошло по ландлизу. Если говорить о бронетехнике американской, вот типа М3, полугусеничные бронетранспортеры, они шли в Россию? В Айте, да. Большое количество было поставлено. То есть, ну, смотря в каком исполнении, конечно. То есть, они шли... Там было, во-первых, модификации штук 10, да? Ну, М9, М5 они назывались. Там вообще в общей сложности, вот у меня тут цифры висят перед глазами, почти 32 штуки. 32 тысячи было выпущено. Ну, скажем так, их было большое количество, это была очень удобная техника, прорезиненные гусеницы, проходимость хорошая. Они были лучше немецких гономагов, трехтонных, однотонных, по проходимости. И я объясню, чем лучше. У американцев, вот у М3, М4, М5, то есть, М5 это был интернешнл, самый лучший из них, наиболее мощный мотор у него стоял и так далее. Но у всех у них было главное. Впереди был приводной мост. И сзади гусеницы приводные, разумеется. У немцев же были только гусеницы. Тяжелая морда бронированная, она всегда клевала в грязь, в болото и так далее. То есть, немцы, в принципе, проходимость бешеная у этой машины, но у М3 намного лучше. Намного лучше. То есть, я и тот, и тот, мое любимое развлечение по болотам носиться на этой технике. И там, где немца я садил, М5, допустим, мой проходил. Проходил. Да. Если сейчас вот почему-то как-то у нас очень действительно узко, я еще раз, наверное, повторюсь уже, тут играет роль кинопроизводства, которое ограничило количество моделей танков. Самыми такими. То есть, нельзя же забывать и о том, что было порождено куча техники у тех же, у того же вермахта. На базе той же «Пантеры» было создано немереное количество самоходок, танков, тягачей каких-то. Были штурмовые. Ягд «Пантера», «Ягд Тигр» с крупнокалиберными, маленькими. Это штурмовые самоходки, фактически, с очень короткой гаубицей, но огромного... С 87-миллиметровым орудием. Вот. Как бы были тягачи. То же самое было и у нас. У нас ведь действительно тех же вариантов танков, их было много. Почему это происходит? То есть, люди вот часто приходят и не понимают, что это за... Я бы сказал так, от недостатка материала отчасти, а второе, что люди не морочатся. То есть, у меня такое ощущение, что люди, которые занимаются комплектацией фильмов автоколоннами, имеют очень ограниченные возможности, так скажем, во всех отношениях. То есть, в голове тоже. Ну, судя по всему, потому что, действительно, когда, ну, посмотреть любое кино, вся немецкая армия с автоматами ходит, чего не было на самом деле. Дело в том, что даже по уставу немцев в 41-м году было масса СВТ наших, то есть винтовок, карабинов 10-ти зарядных. То есть, у немцев не было скорострельных карабинов. Это шикарная винтовка, которая была по уставу положена иметь. То есть, у немцы ходили с нашими ППШ. То есть, потому что ППШ был лучше. Лучше, чем МП-40, МП-38. Скорострельность почти в два раза выше. Да, тяжелее, да, не очень удобно. Но, если говорить о прицельности, обых этих автоматов, как бы, она не была идеальной. Конечно. Не была идеальной. Что-нибудь про... Вот, кстати, на последней галерее у Ильи Сорокина были выставлены тоже машины, которые могли быть в России, в Советском Союзе тогдашнем. Ну, безусловно. То есть, вы имеете в виду на моем состоянии, на военном. Да, да, да. Да, но, конечно. То есть, ну, стенд начинался, конечно, с ГАЗ-67Б, потому как стенд был посвящен 65-летию Победы и союзникам в этой войне. То есть, вот тот же ГАЗ-67, вот, кстати, про нашу промышленность сейчас немножко можно поговорить. Тот же ГАЗ-67, их было выпущено во время войны 8 тысяч штук. А спрашивается, почему так мало, если только в Виллисов к нам было поставлено 55 тысяч штук. То есть, ассоциативно, да, то есть, по этому ветерану каждому гораздо ближе Виллис на войне, нежели ГАЗ-67, потому что их не было. Но зачем нам было выпускать этот ГАЗ-67Б, если к нам поставлялись Виллисы? То есть, в принципе, когда пошел Ленд-Лиз, тогда наша промышленность просто умерла. Ну, автомобильная я имею в виду. То есть, те же полуторки 28-го года, ну, зачем их выпускать, если машина... Если были Студебекеры. Да, ну, никакая. Если был модерновый новый Студебекер, который имел привод 6х6. Поставлялись машины 6х4, ведь они были тоже. Масса машин, то есть, и те же GMC, и Chevrolet, то есть, и тот же Студебекер был с приводом 6х4. То есть, это, ну, зависело от комплектации. Грубо говоря, вот эти фирмы, которые были поставщиками, конечно же, они отправляли весь поток. То есть, им нужно было быстро комплектовать, и никто там не разбирался обязательно, полный привод или неполный привод шел. То есть, GMC, допустим, к нам поставляли полуторатонную модификацию своего GMC, которая была вообще 4х4. То есть, на нее ставили первые «Катюши» в 41-м году. В 42-м году, да. Допустим, по... Поначалу-то, ну, коль вспомнили про БМ-13, про «Катюшу», да, поначалу они ставились на шасси ЗИС-6 нашего. То есть, привод, у которого 6х4. То есть, и машина, ну, такая архаичная, скажем так, это не лучшая копия американского автомобиля, там, 30-х годов, 5-тонного, по-моему, там он был, или 3-тонный. Но не столь важно. Ну, в общем, не лучшая копия автомобиля 31-го года. Ну, причем со старым двигателем и так далее. То есть, и когда появились студибекеры, там, GMC, 352-ые, ну, в основном на коротком, на короткой базе, на 352-м ставились GMC. Также 353-е, когда появились, разумеется, что все эти БМ-13 тут же переставили, потому что на машине можно было ездить. То есть, какой смысл в этой «Катюше», если она вязнет в любой грязи? То есть, фактически, и поэтому ленд-лиз, я скажу так, не нужно обольщаться. Я еще раз повторюсь, я всегда это говорю, это была такая, ну, мягко говоря, возмездная помощь. То, за что мы платили. Ну, это да. То, за что мы платили. Никто нам подарков не делал. Ну, допустим, мы воевали, то есть, мой дед в том числе воевал во Второй мировой войне, и воевали и платили, так скажем, людьми нашими. То есть, допустим, потери советских людей, тех же американцев, кто нам поставлял основную часть ленд-лизовской техники, сравнивать не нужно. Потери гражданских у американцев 3000 человек. 3000 человек, вы слышите эту цифру. У нас там 15 миллионов по последним цифрам и так далее. То есть, просто невероятные. По тем же солдатам у американцев 405 тысяч во Второй мировой войне. При высадившихся, по-моему, они высаживали, нужно было, они набирали 600 тысяч в Великобритании, чтобы высадиться как раз. На Нормандию. В Нормандию, да. Да, но там группировка была, конечно, гораздо больше, на самом деле. Но потери основные были, с японцами, конечно, бились. То есть, на Нормандии не было зверских боев, потому как на момент высадки тех же американцев, там англичан и войск коалиции, скажем так, там и французы были, и канадцы, и австралийцы, и кого там только, и индусы, там, ну, весь мир высаживался в Нормандии, так скажем. То есть, дивизий было на тот момент в Советском Союзе 160 дивизий немецких и 60, по-моему, дивизий сателлитов. 60 или 46, вот здесь я могу ошибаться. А в Нормандии было всего 69. То есть, нужно понимать, с кем мы воевали. Причем, в Нормандии это был курорт после Восточного фронта. То есть, я, так как я немец, и я общаюсь с Германией, с многими стариками, ветеранами, и когда они говорили, когда нас с курорта, это они имеют в виду Францию, забирали на Восточный фронт, многие просто стрелялись. Не хотели, стрелялись, то есть, ну, наглухо, что называется, то есть, не хотели попадать на Восточный фронт, потому что знали, что там их даже не похоронят. То есть, здесь хоть отправят там так или иначе на родину, и похоронят хоть по-людски. Если говорить о подготовке, не только техники, а состава, солдат, офицеров, я имею в виду именно по управлению сложной техникой, ведь у нас же тоже был определенный, это объективно, был определенный, мы просаживались по количеству действительно подготовленных кадров. По школе, конечно. Ну, начало войны тому, как бы, яркий пример. Ну, прежде всего, конечно, это 1937 год, когда Сталин уничтожил весь комсостав и поставили там, ну, так скажем, не детей, но людей безвольных. Детей 17-летней, что это? Ускоренные курсы. Тебе 17 лет исполнилось, ты пошел, уже лейтенант, и вперед. Не, ну, а ополченцы, когда просто выдавали берданки, иди там, шаражцы, которого там даже дня не было подготовки. Ну, это все понятно. Я про комсостав, то есть солдат, он солдат. Как его выучат, так он и будет воевать. И 4 миллиона военно-пленных говорят об этом на начало войны. То есть и комсостав, это, конечно, были безропотные люди, которые боялись что-либо лишнее сказать. То есть и сама подготовка была таковой к войне, что, в общем-то, Сталин сказал, что войны не будет, значит, ее не будет. Вот и все, никто не обсуждал. Так же и готовились, то есть те же Т-34 и так далее, не было людей, которые могли бы управлять ими, действительно. Потому что все и происходило. То есть подготовка из-за репрессий, да, старые офицеры, все были уничтожены фактически. И о новом офицерам, им лишь бы отмаршировать и снег кубиками уложить красиво. И листья, как и сегодня, зеленым покрасить. Красят, да. Ну, сейчас у нас изменения, у нас министр обороны наш, но вносит некие изменения. Да и плохо. Одно из последних, это же они собираются, чтобы в субботу-воскресенье солдаты ходили отдыхать домой, в гражданской одежде. Ну, у меня тут на днях шок был очень большой. Я как раз во время галереи Сорокинской ехал, как раз передвигался в сторону галереи. У меня был огромный шок. На бетонке я встретил нашу армию, теперешнюю, на китайских ФАМО. И у меня был такой шок. То есть, это ведра, которые имеют колесо там ширину 10 сантиметров. Это абсолютно асфальтный автомобиль, задний привод, который имеет только... Это наша армия. О бронетехнике. Наверное, будет интересно. У нас мало кто знает, что были вот эти вот маленькие броневички БА. Кстати, они были не такие уж и маленькие, потому что там же, в принципе, по большому счету, это единое название. Разработка была на трех... На М1, фактически. На М-ке был разработан, на ГАСТ-3А и даже на ЗИС-6. А ЗИС-6 все-таки довольно серьезный и тяжелый автомобиль. О них и было бы, ну, действительно интересно, потому что там же масса модификаций. БА-6, БА-9, БА-10, господи, там перечислять устанешь. Началось, конечно, вся история началась в 27-м году с разработки, с установки, так скажем, на шасси АМО-F-15 бронекузова. То есть, этот бронекузов, конечно, напоминал автомобили Первой мировой войны, но, тем не менее, это был наш автомобиль на нашем шасси. Я немножко отвлекусь, допустим, на Первую мировую. В российской армии, в русской армии было не менее 200 тысяч автомобилей. Внимание, 200 тысяч автомобилей. То есть, бронеавтомобилей из них было около 20 тысяч штук. Так вот, после революции осталось там искореженных бронеавтомобилей, там около полутора тысяч штук, и около 20 тысяч штук осталось разных стран, причем автомобилей. То есть, потому что в царскую армию поставлялась огромная масса совершенно разношерстной техники. В принципе, так же, как и по-английски к нам получилось. Цель была после войны Советского Союза унифицировать эти автомобили, что и было достигнуто. В принципе, шикарная техника у нас была, на самом деле, шикарная, которая и по сей день у коллекционеров на Западе ценится, потому что она качественная и хорошая, и вся Африка по сей день на них воюет. Но, так вот, потому как не было своего автомобиля, АМА F-15, установив вот этот кузов, конечно, был прорыв для Советского Союза. То есть, это 29-30 год они были установлены. После этого эти автомобили прошли несколько модернизаций, так скажем. Было поставлено шасси трехосное из Форда Тимкин в 37-м году, по-моему, там, 37-м, 35-м. И все эти автомобили, их было всего, правда, 300 штук, там, 300, может, 400, 300 штук, да, по-моему, их было. Все были переоборудованы на Тимкины, и к началу войны БА-27 были переоборудованы на Гастреа, на шасси. Но есть фотография, допустим, перевернутая лежит БА-27 во время войны, но у него оригинальное шасси АМА F-15. То есть, ни одной из модернизаций автомобиль не пережил. Судьба вообще вот этой легкой бронетехники, ведь к 43-му году было понятно, пошли танки с большим калибром пушки, с увеличенной броней, и смысл производства вот этих легких самоходов, он как-то отошел. 64-я, по-моему, БЭК, она была совершенствована, она еще производилась более-менее. Судьба была такой, я бы сказал, даже немножко жестокой. Не немножко, а так оно и было. После захвата всей нашей армии, которая стояла на границах, то есть почти вся эта бронетехника перекочевала к немцам. Затем ее использовали в полицейских частях и так далее. Это были и ФАИМ всевозможные, и БА-6, и БА-10, и все модификации. То есть, и часть техники, которая действительно оставалась еще на вооружении, это то, что стояло, так скажем, на восточных рубежах нашей страны. То есть, это на границе с Монголией, и в самой Монголии, то есть, в Маньчжурии. И там мало, мало что осталось, так скажем, после 41-го года из бронетехники у наших войск на Западе. Очень мало. То есть, и потому сегодня, да, у коллекционеров никаких, ну, практически никаких шансов нет эту технику разыскивать. То, что есть в единичных экземплярах у людей, это, конечно, просто чудо. Да. Западная, американская та же бронетехника, вот мы чуть о ней стали говорить, и немецкая. Ведь вот эти СДКФС, они ведь были как и колесные, так и гусеничные, так и полугусеничные. Там же все зависело от самого индекса непосредственно. У немцев было, конечно, много техники бронированной, да. Например, вот наш БА-64, который на базе ГА-67Б, на базе ГА-67, поначалу первый БА-64, почему 64, сделанный на базе ГА-64, первого джипа, который был еще узкий по колее и с узкой рамой. И поэтому так БА-64 и закрепилась. Хоть автомобиль, кстати, был очень даже неплохим. То есть это, я бы не сказал, что это аналог немецких каких-то автомобилей, но у нас была своя хорошая школа бронеавтомобилей до войны. И по большей части немцы могли и у нас учиться. То есть вот и в части бронирования колесных автомобилей. Ну, если говорить вообще о системе бронирования у Вермахта и инженерной школы германской того периода, шел напор на увеличение брони как таковой, но стоящей под прямыми углами. В Т-34, кстати, в том же ДФКВ уже применялась броня наклонного типа не за счет толщины, а именно за счет угла наклона тот же кумулятивный снаряд мог от нее отскакивать. И это же тоже было некое техническое решение. Конечно же. Т-34 очень авангардный танк, я еще раз повторюсь, просто шикарный танк Второй мировой войны. И немцы, когда разрабатывали «Пантеру» в 1942-1943 году, они из нашего опыта, в 1942 году они начали ее уже применять фактически. Но на 1943 год она, в принципе, «Тигр» пошел чуть-чуть раньше. В конце 1942 года маленькая часть, первое применение под Ленинградом. И то из 20, по-моему, танков дошло лишь 18, потому что... Там их же отдали какой-то из дивизий эсэсовских, и там потом их после этого перекинули на Западный фронт, и забудьте. В общем, у них, по-моему, то ли «Мертвая голова», то ли еще кто-то, вот кто-то из них. Ну, в том районе 8-я танковая находилась. Но, смотрите, цирк был такой, то есть из 20 танков, там, по-моему, речь идет о 20, дошло только 18 до поля боя. Две по дороге увезли в болото, в болоте два «Тигра» их просто подорвали. По сей день там копатели достают от них обломки, от этих танков. И второе применение – это когда блокировали армию «Паульса» под Пролетарском. Именно несколько «Тигров» пытались прорвать нашу оборону. У них это не получилось, и армия «Паульса» влита, канула, так скажем. Ну, если говорить о «Пантере», то доктор Порше же предлагал, почему его, при всей любви Гитлера к этому человеку, его варианты были отвергнуты только из-за того, что «Пантера» была слишком технически сложным танком, предложенный им, потому что там же было несколько вариантов. И даже если говорить о положении башни, ее же передвигали, то есть если говорить о германском танкостроении того периода, башня находилась ровно посредине. А у Т-34 она была вынесена чуть вперед. Но это про «Тигр», да, у нас пошло, то есть как в Германии пошло, было два варианта. То есть Порше предложил свой «Тигр» и запустил целую серию шасси. Он был уверен, так как был любимчиком Гитлера, запустил целую серию шасси и сделал первые башни на «Тигр». То есть башня, которая на «Тигр-1» стоит, это Фердинанда Порше, хоть и разработка самой фирмы «Хеншель». Из-за чего не приняли первое шасси, которое принадлежало Фердинанду Порше. Шасси было, ну, сегодня бы так это сказали, туповатое, да, которое тяжело управлялось. Управлялось по одной причине тяжело. Это двигатель, который раскручивал генератор, генератор передавал электричество на электромоторы. И управление электромоторов этим шасси было замедлено, то есть тормозило, поломки часто и так далее. И благодаря этому разработка Фердинанда Порше, он была отклонена. Вообще про немецкую техническую школу сейчас отдельно поговорим, я расскажу дальше, что было. И вот, значит, первые вот эти «Тигры», которые должны были с типичным «Тигр-Айенс», «Тигр-1» идти с башней, с первой башней, так скажем, они как бы не пошли. Вот это шасси Порше, оно пошло для разработки штурмового орудия, то есть для изготовления Фердинандов и элефантов. Но это, кстати, тоже типичное заблуждение. У нас же считается, что все самоходки – это Фердинанды. Фердинандов было выпущено порядка 300 штук. Это очень тяжелая, в принципе, самоходка, она не использовалась. Там были другие, более… у них вообще они любили носхорн, у них был такой уклон в животное название. Носхорн – это носорог фактически ее называли. Вот, и вот как бы именно вот все их машины, они назывались какими-то именами животных. Это бы как Маус вот этот вот замечательный танк, мышка. Кносхорн, напомните, и вернемся сейчас. И вот вот эти элефант, самая большая его проблема была – у него не было курсового пулемета. То есть фактически от пехоты он был абсолютно незащищен. То есть пехотинец мог просто вставать и спокойно идти его там хоть кувалдой разносить. При этом пушка была огромного размера, там стояла. Пушка – 88-мм орудие шикарное. То есть это был действительно шикарный танк. То есть и все перемолотили фактически на Курской дуге вот из-за этой беды. И следующей модификацией его было, или же их переделали, там некоторые модификации, назвали «Элефант». Да, «Элефант». Первый Фердинанд, второй «Элефант». «Элефант». Вот на нем уже был установлен курсовой пулемет. Но их применение было – это фактически те остатки танков, которые выжили на Курской дуге. Разумеется, их хотели защитить, чтобы не перебить последние. Их перебросили как раз на Нормандию. Вообще на Нормандии там, так скажем, то, что американцы говорят, там у немцев были столько-то танков. Я тоже отдельно могу рассказать про это. Это были потешные танки, которые переделали из легких французских тягачей всевозможных и так далее. Один из таких есть в моей коллекции «Лоррейн». Так вот, это просто тягачи для подвозки снарядов, которые… Мы про Нормандию уже ушли. Ну да, но тем не менее. Легкие тягачи – это то, что обороняло, так скажем, западное побережье Европы. Я бы назвал это одним словом сброд всевозможный. То есть то, что негоже было. Там была и масса наших легких каких-то танков непонятных. Туда даже они доходили. Так же, как и в Африке. Тоже про авантюру могу про одну рассказать, которую недавно сотворил. В Эль-Аля-Мейне воевали наши пушки. Немцами трофеи захвачены. С 41-го года наши пушки Зистре я вот от чего просто ошалел. То есть биты в Африке, в пустыне лежит пушка наша. То есть мысль одна – это только трофей мог быть. Собственно говоря, не добровольны же условия их передать в помощь. То есть и лежат еще какие-то наши пушки трофейные. То есть я был очень удивлен. Но это отдельный разговор про тот же Носхорн. Откуда появлялись вообще вот эти серии всевозможные. Носхорн там и масса других. Это битая техника. У немцев было несколько категорий разбитой техники. Допустим, полностью в клочья разметанная броня по полю. Ее, конечно, никто не будет собирать. Это утраченные. Если просто, допустим, морда отвороченная у танка. Его, конечно, подбирали и везли на завод, ремонтировали. Кстати, на базе «Пантеры» был создан тягач. Я не помню, как он назывался. Но что-то «Пантер» у него там было в названии. «Берг-Пантер». «Берг-Пантер», точно. Да. Так вот, избитых танков, точно так же, как и избитых «Тигров», потом делали эти «Берг-Тигр», всевозможные модификации происходили, когда они поступали на завод, но нет у него башни. Придумали вот «Носхорн». То есть это тот же самый «Т-4», у которого обложили со всех сторон броней толстой, так скажем, и поставили вот такую там даже, я не знаю, «Мортира» или «Пушка». «Мортира» скорее, потому что она совсем, можно представлять, вот такая вот. штурмовое орудие фактически для штурма городов, я бы так сказал, и укрепрайонов. Ну, их было выпущено не так много, и вот это вот наличие модификаций, оно действительно поражает, когда начинаешь смотреть, интересоваться этим, то есть, ну, вроде бы, да, количество выпущено. Потом все очень легко просчитывается, поскольку можно посчитать, сколько было выпущено, там 1800 «Тигров» первых было выпущено. Соответственно, мы считаем, сколько там потери, и смотрим количество появлений тех же «Ягд Тигров» и пропроизводных от них, собственно, все это довольно легко вычисляется. Конечно. И вот про западные побережья хотелось бы Европы еще раз упомянуть. То есть, те потешные танки, которые там находились, вот это, как правило, такие бронетягачи и так далее, которые просто устанавливались всевозможные пушки, которые немножко отгораживались там какой-то броней потешной, опять-таки, там 12-13 миллиметров толщиной, и это называлось танком, то есть у американцев. Кстати, если говорить о разработках, у «Вермахта» же были и самоходные мины для уничтожения танковой техники. На базе «Кеттинград» были такие мины, и были мины также на базе однотонного тягача немецкого, то есть, которые сбрасывали мины такие. «Кеттинград», допустим, эта мина была заложенная, которую в нем он не сбрасывал, он подъезжал, допустим, к «Доту» и взрывался около «Дота». То же самое было. 50 килограмм тротила заряжалась в «Голиаф». Ну, и самая известная мина, она чуть больше этого стола гусеничная. У нее два было типа управления, и у всех, в принципе, танков таких было два типа управления, как правило. Но было радиоуправление и от провода. Но чтобы его демилитаризировать, так это назовем, всего лишь солдату нужно было выскочить и перерубить провод. Поэтому после этого он становился лопатой перерубить провод. А так, в принципе, разработка самая интересная. То есть, вот с точки зрения уничтожения бронетехники, потому что действительно самая незащищенная часть у танка, как правило, это и у брюха. И когда эта маленькая танкина, она действительно чуть больше стола, от такого на гусеничках могла подъехать под танк и там себя подорвать, это, в принципе, довольно интересно все. 20 миллиметров на «Тигре» броня. 20-25, может, до 30. Это при том, что лобовая была, ну, действительно, вот такой толщиной. По 110 миллиметров. Это огромная часть. У американцев, вот когда они воевали в Нормандии, основная часть не в боевых соприкосновениях немецкой техники произошла потеря. Это авиация, штурмовая авиация, которая сбрасывала бомбы просто на эти танки. И, разумеется, броня на танке, на том же «Тигре», 30-ти миллиметровая, на башне. То есть, это самый мощный танк, который был. И не могла устоять от снаряда, который пробивал, бомба авиационная, которая до 50 миллиметров пробивала. Так что из-за этого потери. В общем-то, и здесь потери во второй части войны, я бы так сказал. На Восточном фронте тоже самое основное. Наши замечательные штурмовики Ил-2 долбили немцев. Если вспомнить какие-то вещи, которые поставлялись и были действительно, может быть, доработаны, потом использованы для создания, может быть, уже более гражданских версий или тех же армейских машин, которые поставлялись именно вот, потом они в Советской России начали производиться. GMC-Study Baker тот же. Впоследствии они послужили прообразом для наших грузовиков ZI-150 и ZI-157, который по сей день кое-где на вооружении стоит. Есть виза. Да. Шикарный автомобиль, который по сей день актуальный и имеет бешеную проходимость и замечательные тяговые свойства и так далее. То есть, ну, прекрасный автомобиль. Говорить о технике как таковой, если техническое совершенство различных видов, я говорю и о бронетехнике, о легковых автомобилях, ну, внедорожниках, естественно, тягачах, если сравнивать вот то, как шла и развивалась техническая мысль среди стран, участвовавших в этом, как конфликте во Второй мировой войне, можно ли, в принципе, на сегодняшний момент сказать, что основное, конечно, основное противостояние и основное развитие техники происходило в основном все-таки в СССР и в Германии, поскольку несколько иные направления немецкие машины более технологичные, советские автомобили были, тяготели к простоте некой определенной, для того, чтобы быстрее можно было все починить, ну, и плюс невозможность поставки хорошего металла, еще чего-то, отсутствие нормальных заводов, это тоже влияло и играло свою роль. Металл у нас, кстати, был очень хороший, но по вопросу по развитию техники, конечно же, развитие техники бешеное происходило в тех странах, где не воевали, в Америке, например, то есть там никто ее не бомбил, им было хорошо и комфортно, то есть зарабатывали деньги, изготавливали сначала М3А1 танки, потом М3А4 шерманы и так далее, то есть у них происходило развитие действительно, то есть они, допустим, послали к нам в Советский Союз М3А1, поняли, что их как семечки щелкают немцы, думают, надо что-то потяжелее придумать, придумали Ли, ну, с двумя пушками, там... Была, да, смешная такая машина. Да, такой танк. Уродец. Уродец, но база Шермана у него фактически, то есть, но тем не менее, эти Ли повоевали и здесь, их было поставлено тоже около там тысячи, что-то штук, что ли, приличное количество, то есть танк, ну, довольно-таки интересно, я бы назвал его смешным, вы в Кубинке можете полюбоваться на этот танк, он мне очень нравится, то есть очень красивый, военная техника чем привлекательна? Своим уродством, то есть... Ну, КВ-1, в принципе, если так вот его сравнивать, такой головастик, по большому счёту, огромная башня. У КВ-2, а КВ-1, он красивый. А, да, правильно, да. Красивый. КВ-2-то их было выпущено меньше, но он действительно, башня с этими углами, с пиленными напильником, а зачастую даже вообще необработанные, она... 130 штук. Ну, да, вот тем не менее, в общем-то, Иосиф Сталин уже танк ИСА-1 и пошли дальше, третьих там, ну, их было выпущено вообще совсем чуть-чуть. Тем не менее, он уже более такой красивый, и, ну, хотя назвать орудие для убийства, в общем-то, довольно странно красиво, но тем не менее. И то же самое, наверное, можно сказать и об американской, английской, немецкой технике. Всё правильно. Не, ну, бронетехника всё-таки имеет, скажем так, свою красоту и дизайн, скажем так, советской техники. Определённый, да, определённый бронетехники времён войны был просто на уровне. То есть, и как развивалась, допустим, Италия? Италия во время войны была такой архаичной. То есть, у них все разработки, которые были довоенными, они так и остались. Все итальянские танки, эти Fiat Spa, они так, в общем-то, и погасли. Франция во время войны не получала развития, разумеется, никакого. То есть, они продолжали заводы французские выпускать танки Hotchkiss. И не более того, и то в усечённом каком-то варианте абсолютно, развитие тоже не происходило. Хотя к войне танки, Чарчи, у них был танк шикарный. Тоже, кстати, с двумя башнями. То есть, с одной башней и ствол с бочины стоял. В 1939 году, например, такой Чардж, в одном из боёв 14 танков немецких уничтожил. Один танк. Да, один танк. То есть, шикарный танк, тяжёлый, правда, он танк. Это типа, я не знаю, по бронированию можешь сравнить с нашим Т-28, редчайший танк, трёхбашенный. Вот уровень, наверное. Уникальная была машина. Да, уникальная. Которых, к сожалению, там один-два танка в лучшем случае сохранилось, к сожалению. К сожалению, даже посмотреть, по-моему, даже в музее вооружённых сил их нет. Один стоит. Один стоит. У них броня различается по бортам на 20 сантиметров, на 20 сантиметров, на 200 миллиметров, просто караул. По бортам, длина бортов. Но неважно. Но сам по себе факт того, то есть, про Францию. То есть, во время войны Франция никак не развивалась, так как была оккупированная. То есть, что касается Америки, я уже сказал, развитие было бешеным просто у американцев. Англичан тоже бомбили, им было не до этого. У англичан было, я бы сказал так, развитие техники. Это и всё-таки и тяжёлые танки, и лёгкие танки ими выпускались. И те же Черчилли, и масса танков интересных было ими выпущено. Безусловно, самое большое развитие получили американские коммерсанты, которые на этом, разумеется, сделали огромные деньги. То есть, сделав заводы, запустив их, выпуская там массу танков самых интересных и разнообразных. Япония, ну это о странах-участниц, так скажем. Ну да. Япония тоже, в общем-то, свои самые интересные танки разработала до войны. Во время войны получались лишь модификации. То есть, у них фактически два танка было. Хаго и Чиха. И на базе этих танков все модификации произошли. Ну и, в общем-то, любой. У них, на самом деле, направление вообще было развитие подводного флота и авианесущего флота. Для них это было гораздо более важным, как и авиационного как такового. Потому что те же Митсубиси Нули, реактивный самолёт, который пусть он использовался камикадзе, но, собственно говоря, это тоже некая разработка, какую-то часть пути. Он же мог лететь. Конечно. Самые искомые сегодня самолёты японские. То есть, самые искомые в мире среди коллекционеров самолёты. Именно Зеро. Ну да, потому что у него задача была не вернуться, а уничтожить. Конечно. Поэтому там, понятно, это островное государство. Да, велись в Юго-Восточной Азии бои с теми же американцами, но, по большому счёту, основная война была у них всё-таки на море происходила. В океане, вернее. Всё правильно. Для японцев не было принципиальным танки. То есть, захват островов оборонительные танки для чего им были нужны? То есть, для высадки в Австралии. То есть, австралийцы боялись очень этого, из-за чего и вступили в коалицию в своё время. Что опасение было, что японцы высадятся. В принципе, японцы-то и подошли, фактически, под Новую Зеландию уже стояли. То есть, и... Но при всём при этом, все эти модификации танков, они смешные. То есть, это броня там, лобовая, там, 20 миллиметров в лучшем случае. То есть, 25 это супертанк будет. То есть, это велосипеды, я бы назвал так. Они с итальянскими сопоставимы. И что касается Советского Союза, я бы тоже не сказал, что огромная прям промышленность сделала скачок и так далее. Выпускался тот же самый довоенный Т-34. Просто несколько модификаций башни перешло. Т-34-85, который до сих пор, кстати, где-то ездит. И на, я помню, на один из юбилеев Победы их притащили с Дальнего Востока, они по Красной площади ездили. Но в 85 его хорошо очень определить. У него башня несколько иная, и пушка длиннее 80-мм. 85-мм стоит. Соответственно, как бы, с точки зрения... Ну, в общем-то, то же самое, что и происходило. У нас были модификации некие. Потому что были ИСУ, самоходки как таковые, с различными пушками. Но эта машина не для прямого ведения боя. Потому что в танковом бою самоходка, она более неповоротливая. И, ну, ее, в общем, использовать для прямого лобового столкновения. Хотя таковых было не так уж и много. Конечно. Потому что самая знаменитая подхврохоровка, это вообще уникальный случай, чтобы такое количество танков было собрано с обеих сторон. И сколько их там же было и оставлено. Все правильно. Но в Советском Союзе, конечно, развитие, безусловно, получилось. То есть, но что-то развивалось в худшую сторону. Допустим, как с танком Т-60. То есть, легкий танк, который был разработан для небольших заводов. Его фактически выпускали, мне кажется, все заводы Советского Союза, которые могли это делать. То есть, ну, все не все, но три точно. То есть, и танк, ну, довольно-таки интересно, но он легкий танк. То есть, нужно понимать, что танк 6 тонн не может весить. То есть, вот объяснение. То есть, когда немцы на увеличение брони действительно работали, ну, вот для того, чтобы хоть чем-то закрывать линию обороны, конечно, выпускался и этот танк. И жутко неудобный, там, допустим, если танк загорался, если, допустим, командир танка башню не выкрутил влево там или вправо, то миллион процентов, что сгорал механик-водитель. То есть, если башня стоит, ну, вот в правильном положении, что называется, то гарантированно люк не открывается механикой водителя. То есть, ну, вот такой танк был. Но, тем не менее, Т-34, получившая массу модификаций, там, как... Сушки, там, Су-85, Су-100 и так далее. Су-120, да, было. Конечно, это тоже был интересный танк. То есть, Т-34, допустим, было выпущено 35 тысяч штук. Т-34-85 было выпущено, это во время войны, 14 тысяч штук. Вы уже 4 года говорили об этом. Да. И Су-100... Самое распространенное, в принципе, 100-мм пониже обозначение у самоходов были по размерам пушки, собственно говоря. И масса-масса танков вот таких вот вспомогательных. То есть, нам, в принципе-то, развитие и не нужно было. У нас и до войны хорошие, очень хорошие были танки. Что ставка делалась некая в Советском Союзе до войны на максимализм, на супертанки. Был пятибашенный танк Т-35. Такой монстр, крейсер. Это был крейсер на гусенице. Смешными колесиками очень, очень смешные были расположены гусеницы. Вернее, не гусеницы, а как катки самих. Их было выпущено там всего, там, смешное количество, там, сотня, что ли, там, или что-то такое. В общем, все танки просто были брошены из-за нехватки горючего. То есть, боевая потеря, боюсь, что ни у одного танка не произошла. Ну, возможно, там, один-два подбили. Но, в основном, из-за нехватки горючего. То есть, масса фотографий немецких сегодня существует, где они около этих монстров фотографируются. Это реально крейсера на колесах. Ну, то есть, на гусенице. На гусенице. Да, но такое развитие не получили. Что касается танков ИС-1, ИС-2. Вот интересный танк, который появился во время войны. То есть, это с 43-го года по 45-й. Их было тоже приличное количество выпущено. Ну, как приличное. То есть, ну, там, пару тысяч штук. Ну, все равно это было довольно много. Потому что, если сравнивать количество выпущенных королевских тигров, сопоставимых с ними по броне и пушке, так вот, их же было выпущено порядка 600 или 800 штук. Или даже меньше. По-моему, я считал тогда, 1800 было выпущено тигров первых. Тигр-2. А Тигр-2 их было еще меньше. Ну, то же королевский-то, как бы, он считался. Ну, там количество 300, может, 600 тигров. Вот, все-то в этом роде. Да, небольшое. Как бы, оно было сопоставимо. И потом, насколько я знаю, я вот общался с танкистом, к сожалению, не покойным. Он мне рассказывал, что вот, Иосиф Сталин, танки у них были в подразделениях. Но, он говорит, если мы ходили своим ходом, то этих доставляли на железной дороге. Потому что они вязли из-за своего веса. Они могли встать в болоте, в грязи. И, говорит, зачастую они приезжали на поезде в тот момент, когда мы уже... Бой закончили, дабы уже двигаться вперед, и они только приехали. Экипажи там же состояли только из офицеров. Там солдат не было вообще. Рядом с моим домом, с Берлином, в Берлине, стоит ИС-2. Знаменитый бой. В общем, ландшафт попробую описать сейчас. Это ИС-2 стоит на берегу речки. Это бой, который описан во всех учебниках. Он засадил две пантеры. То есть, в одном бою. То есть, но третья пантера ему заклинила ствол, и он не смог уже отстреливаться, и его просто в бочину расстреляла третья пантера. Этот танк до сих пор на месте стоит. Ну, кстати, о качестве техники. Когда были события совсем недавно в Чехии, в них влили солярку, и они поехали. Т-34. Т-34 шикарный танк. Что говорить. И, кстати, мы проговорили в какой-то момент о нелюбви к танкам, которые поставлялись по Ленд-Лизу. Это правда. Они, кстати, были танки очень комфортные. В них было все кожей отделано. То есть, они имели кожаные сидения. То есть, по комфорту это был, конечно, западный супертанк. Я думаю, мы поговорим еще об этом в следующий раз. А сейчас огромное спасибо, что пришли. Остается только нам поздравить еще раз с праздником, с великим праздником. Пожелать вам удачи. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова